Хе-хе-хе, здорово народ, какие дела? С вами Сергей Хелгей, вы смотрите канал Хелплей, и мы с вами сегодня продолжаем наше удивительное и опасное приключение в этом, в этом, не знаю, прекрасном мире рандома вместе с мастером. Это карточное приключение в Hand of Fate. В предыдущей серии мы победили даму чумы, и нам пообещал мастер, что теперь короли надают нам люлей, но одного-то короля младшего мы бы уже прикончили, да? Вот, и посмотрим, как справимся с по-настоящему крутыми мужиками. Давайте на счет три. Раз, два, три, бручай. Время надрать кому-то задницу. Что ж, и наш следующий противник, это никто иной, как Король Черепов. Он имеет следующее проклятие, проклятая душа, а максимальное здоровье снижается на 10, когда игрок получает проклятие следом за данным. Вау, вау, вау. Слабые запястья. Выполнение атаки из положения лежа наносит 5 единиц урона игроку. Вау, вау, вау. Только, кстати говоря, из-под состояния лежа мы, по-моему, ни разу даже не били. Вот, не знаю, что это, но... Он был силен и при жизни, но сейчас его просто не остановить. Формирование колоды. Хорошо, мы его остановим в любом случае, друзья, потому что мы с вами закаленные приключенцы. Вот, и без проблем, наверное, я надеюсь, убьем его. Я выиграл пентаграмму много лет назад или веков, и лишь тогда начал раскрывать ее тайны. Ох ты, сколько ты говна-то добавил, а? Ну что ж, будем надеяться на молод со святостью, потому что он нам явно понадобится. Вот, но король черепов сулит нам проблемы. Что ж, это будет рискованное приключение. Сколько карт я вот там вижу просто ужасно сильных. Король черепов последний изум... Эх, кто-то до сих пор от меня скрывается. Понятно. Ты первый, кто сумел до него добраться. Здорово. Засада сразу, вот тебе и на. Легкие? Ну, понятно. Итак, кто это у нас? Хорошо. Две чешуи? Прекрасно. Немного получим ништяков с них, поэтому... А, карта вначале неплохая. Как раз разомнемся. Самое оно, чтобы размяться. Привет, мужики. Я тебе не дам. Я тебе не дам в меня. Я не дам тебе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот этого я боялся. Но все-таки я дал. Все. Наконец-то я с тобой разобрался. А ты меня сильной атакой зажал. Цикло. Только сзади можешь атаковать. На. Спихнул его сейчас упадет туда. Это Спарта. Да, хп мы потеряли поначалу. 22 единицы, кстати говоря. Не очень хорошо. Что получаем? Да, конечно, перебить. Хорошо. Успех, успех, ТДТП. Ну, это понятно, где был успех. Тут и так, так был успех везде. Один удар по голове и все. Дают три карты добычи. Неплохо. Снаряжение. Отлично. Ледяная броня. Холт, исходящий от этой брони, замиляет движение находящих во близости врагов. Супер. Конечно, экипируем. Да, это неплохо. О, одна единица пищи, которую потратили для перехода. И еще три единицы пищи. Супер. Едем дальше. Опа. Дева. Дева, дева, дева. Это круто. Однажды в финистом лесу вы встречаете Павла. Давайте попросим у нее благословение. Золота нам не нужно, припасов достаточно. ХП зарегенится. Благословение хочу. Да защитить тебя в твоих странствиях могущество моего народа. Сколько бы его не осталось. Одна карта благословения. Возмездие. Если игрок подвергся дистанционной атаке, имеется шанс, что атакующий будет оглушен на три секунды. Очень круто. Очень-очень круто. Говорят, что проницательные и наблюдательные искатели приключений могут защитить тебя от всех капризов фортуны. Прощай, смертный. Спасибо, дева. Классное благословение. Ох, господин Лайонелл. Бро, ну только не ты. Ну понятно, что он. Да-да-да, это мы знаем. Давайте спросим, что ему нужно. Начинает ходить вокруг вас кругами, тыкая в вас и чупая ваше оружие и снаряжение. Почти резко... Вот ублюдок, блядь. Затем он садится еще на минуту. Он со взмахом бьет посох на вас по голове. На следующую карту. Да твою мать. Битва при Бруктопе. Заметив необычный свет, вы выходите на вершину. Короче, одну карту монстра. Мы эту уже карту видели, с вами помним. Валет пыли. Атаковать, конечно. Вальта мы сейчас отпигарим. Мне интересно, что он нас тыбзил. А, наш... Так, он щит у нас украл. Вот отстой. Ой. Щит, это прям дикое говно. Вот то, что у нас нет щита теперь. Без щита и не туда, и не сюда. Ох, приходится маневрировать. Есть, еще минус один. Нет. Есть. Все, снимем. Теперь ты, валет пыли. Ааа, чуть-чуть мимо. Вот. Какой же ты жирный, блядь. Как ты долго бьешься. Все, спарта. Ай, нет, не сработала спарта. Сработала добивочная спарта. Назовем ее так. Блин, он у нас украл щит. Маленький ублюдок. Еще и по голове дал нам. Две карты добычи. Снаряжение. Давай щит крутой. Ладно, испепляющий жар. Очень круто. Очень круто, как надо прямо. И пятенец пищи. Просто прелесть. Офигенно. Ладно, я даже не так, не так сильно в зол на господину Лайонелла. Хотя, я бы хотел, чтобы он вернул нам наш драгоценный щит. Ученик. Так, это мы знаем. Только у нас нет денег, насколько я помню. Отдать педиц пищи за заклинание телепортации? Эээ, давай, хорошо. Вы даете продукты, чередей готовится к заклинанию. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Спасибо. Юный чередей делает взмах палочкой со словами И не волнуйтесь, мне почти всегда удается перенестись куда мне надо. А вот с багажом сложнее. Перемещайтесь, переместившись, продолжайте свой путь. Так, я надеюсь, что мы ничего не потеря... А куда он нас телепортнул-то в итоге? Окей, непонятно, то ли он нас телепортнул прямо на следующий этап, но я вообще задействовал его исключительно ради фишки, друзья. Да нет, ледяная броня на нас. И все на нас. Хорошо, и он... Он сохранил все наше снаряжение, в отличие от господина Лайонела. Пламя в глубине, новая карта. Ветераны былых воин. Говаривали, написано. Говаривали о громадных, могущественных созданиях из камня и пламени. Простые смертные, способные выдержать далеко не все их удары. Король отправил этих монстров в заключение, в подземные пещеры, откуда они изначально и появились. Откуда, да. Не просто было удержать их там, но големов не видели на поверхности уже целое поколение. В темной глубине пещер вы видите странных пылающих созданий, окруживших старика. Они поворачиваются к вам. Лицо старика искажено ужасом. Немедленно атаковать создание. Создания с угрожающим видом тяжело направляются к вам. Мы не могли бросить старика. Понимаете, это старый человек. Старым людям, пожилым нужно помогать. Даже если их пытаются убить огромные каменные големы с гигантскими огненными молотами. Но, возможно, существуют и исключения. Я не знаю, как будет наша в пламени вот эта штука работать на големчика-то. Хуя, бля! Нет, нет, нет! Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Да он как босс! На него подействовало? Я реально в шоке, что на него подействовало. У нас ледяная броня, а хоть что-то против него. Ха, я быстрый! Как киска! Хотя это нехорошее, не очень пафосное сравнение, но все же... Нет! Ах, задел меня тварина. Нет! Нет! Боже, какой ты грозный, бля! Есть! И удар тебе по паху коварный. Даже големы уязвимы к этой штуке. Что ж, я с ним справился достаточно неплохо. Выглядел он очень грозно. Благодарю, незнакомец, говорит старик. Я много лет путешествовал по этим туннелям, но не видел лавовых големов настолько близко к поверхности с тех пор, как сам был мальчишкой. Сдающий дает вам две карты добычи. Мы еще и жетон должны получить. 15 золотых, ну так себе. Ах, 30 золотых, ну ладно. Надеюсь, остальные, узнав, что этих вы убили, останутся глубоко под землей, куда их заключил король. Вы вместе со стариком покидайте туннели. Это карточная фишка теперь наша. Хорошо. Надо бы, правда, победить короля скелетов. Чтобы... Это, короля черепов. Чтобы мы смогли нормально получить эти фишки. Герой Эмбертауна. Выстречаете незаконное решение, броня изрублена в кровь, видимо он был недавно в жестоком бою. Посмотрите, что с ним стряслось. Я гнался за шейка воров, но это мы знаем, да. Если вы не забыли от чести, то, конечно, разыщем и убьем. Да нет проблем. О, прям следующий. Накажем ублюдков. Вперед. Отказаться принимать подачки варья. Вы отвечаете мерзавцам, молите богов. А они дают вам одну карту. Ой, боже, ну что я не знаю. Ну, смешно просто. Сейчас мы это варьем за то, что они бедного, бедного героя Эмбертауна. Смели, смели это как его. Оооо, и меня смели. Блин, я, кстати, думаю, что он не дотянется мечом, поэтому я не стал уворачиваться. Ну ладно. Это мы зарегенивали в любом случае почти за один ход. Он нам 6 урона нанес, да? Мы зарегеним 5 за ход, поэтому все в порядке. Как, две карты добычи. Ох, три единицы пищи, это очень надо, да. И здесь, ну, даже мы вот так зарегенили. Выход из пещеры. Можно сказать, сажались за еду. Как и работали. Вперед. Продолжаем наш... Оооо, вот тут вот, конечно, непонятно, куда идти. Извелистый каньон. Нет, не вижу смысла, друзья, лезь туда, правда. А объясню почему. Потому что у нас очень хорошее оружие, и лучше мы там не найдем наверх. Хотя давайте, ладно. Хотя, провал, конечно, ну ладно. Так. Так, вот тут, по-моему, успех. Ооо, нет, вот тут был успех. Бля. Две карты боли, сука, зря. Офигеть. Ну это просто здоровье. И карту оружия получили. Огромный молот, 35 урона. А у нас 32, но он огонь и святость имеет. Нет, нам лучше с нашим, потому что он кастует. Ладно, мы этот, короче, это продадим. Ритуал тьмы? Новая карта. Ох, мне не нравится название. Обыскивает священные гробницы Вандермира. Вы сталкиваетесь с группой скелетов, проводящих ритуал тьмы. Сдающий дает вам три карты монстров? Валет черепа, череп, череп. Ладно, я нажал атаковать. Вы осторожно приближайтесь к нежке, а потом бросаетесь в бой. Ух, уху. А еще и валет черепа, друзья, тоже будет со скелетами. Сам по себе. Ёп твою мать, они еще и далеко. Я не смог провести свое комбо. Нет. Ух ты, там, там, ага, пойдемте на лучников. Ну, я их так называю. Как вам это? Щенки. Надеюсь, он их не будет сейчас воскрешать, правильно? Ух, там еще же ловушка. Вот это баталия. А где, где, где? А, вон он, вижу его. Да, он их воскрешает. Опять его потерял я. А мы его убили, да, по-моему? Да, мы его убили. Так, нет, 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 нет. Так. Все. Мы с ними расправились. Офигенно, да, кастуется? Офигенная обилка у нашей пушки. Что ж, для такой армады мы не так много хп потеряли. Когда последняя сломанная кость падает на каменный пол, вы понимаете, что опоздали. Саркофаг начинает медленно открываться. Вы быстро хватаете, что попадается под руку, и бежите из гробницы. Тянули две карты снаряжения. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Здорово. Все подлощающие стыд. Все оружейные атаки улучшаются с помощью сильного яда, который поражает разум и тело жертвы. Отлично. Врага херна или херна. Атаки героя наносит двойной урон людям-ящерам. Ой, даже не знаю, у нас эти карты встреч раскрываются, когда вы достигаете следующей лестницы. Ну, не надо, лучше возьмем вот это. Так, пойдемте сюда теперь. Хорошо, да. Мы, по крайней мере, получили с вами карту. О, жрец. Неплохо, вперед. Да, мне нужно купить еду. Именно еду, друзья, не залечиться, потому что, возможно, придется идти назад, а приключения еще не закончены. Поэтому. А еды уже мало. Просто, если мы сейчас не угадаем, куда надо идти, то, соответственно, вот так вот все. И у нас с вами 16 пищи. Это неплохо. И это неплохо. Это позволит нам походить. А, мы, кстати говоря, нашли. Да. Опа, лавка. Будем знать. Пройти мимо. Повешенный. Новая карта. Однажды в лицо вы натыкаетесь на человека, подвешенного к дереву за ногу. Вы пытаетесь спросить его о его тяжкой судьбе. И он говорит, что не нуждается в помощи. Я принял участь, уготованную мне судьбой. А ты? Прими свою. Блин, карту благословения и проклятия. Гнев древних богов. В начале всякой битвы. Ну, понятно, да, обрушит. Проклятие. Пипец. Жадный лекарь. Всякий раз, когда игрок лечится, он теряет один золотой за каждые две единицы установленное здоровье. Еще и мы... Просто пипец. Металлическая руда. Так, мы нашли, кстати, до встречи с кузней. Да-да-да. Спуститься вниз и посмотреть. Да, блестяще металлическая. Вы берете руду и продолжаете свой путь. Попутчик. Отказаться. Объясню, почему я сейчас вот сюда пройду. Еще немного. Любезный жрец. О! Вы встречаете пройдущего жреца, который тепло приветствует вас. За небольшую долю ваших припадцев я могу благословить вас своими древних богов. Половину давайте. А почему я еще должен твою мать это? Ладно, просто успех нашли. Хорошо. Он произносит... Готово, готово. А, крепкое телосложение. Всякий раз, когда игрок употребляет пищу, он получает двое больше очков здоровья, чем обычно. Ну все, тогда пойдемте уже обратно. Да, отправиться с купцом. Лабиринт ловушек. Возможно, мы найдем там еду, друзья. Мне придется идти. Офигеть. Вот это жопа, конечно. Я в надежде найти еду. Потому что без еды мы будем терять хп, и мы, конечно... Так, осторожней надо идти Я тут ничего не вижу Так, ага, вот тут я вижу Так, вот надо кувырок делать вот сюда Вот отсюда, вот так вот, опа Так, а тут что? Тут ничего нет Так, ничего нет Ага, вот тут только есть Понятно, ой Как задело меня, вообще она сбоку там Применилась, я же Не видно ни черта Так, вот тут, вот, опа Так, ага, я вижу, что там Хотели меня заманить, да? Так Так Ой Да-да-да Аааа Да-да-да-да Так Все Что ж, я прошел достаточно аккуратно Я надеюсь на еду Три карты добычи Золото, нет Нет, только если прямо сейчас встретим торговца Вытянуть одну Так, опа Во-первых, удар грома, что это такое? 35 Каждый удар наносит урон молнии Нажмите один, чтобы выпустить молнии вокруг себя Нет, нам сейчас нужен щит А так бы я взял, на самом деле Дыхание стойкости Каждая третья встреча не требует пищи Вот это вообще супер То, что надо Ну, что ж Неплохо Есть Транствующий маг, да Вот это мне повезло Срочно еду покупать На все деньги Вот это повезло Ну мы сейчас ее всю потратим Потому что нам придется возвращаться, друзья Да, больше еды Все, да А это стоит Ну да, это мы не купим Четыре Окей, все Отлично На грани просто Но мне чувствуется, что вот там выход Где-то Или вот тут даже Ну-ка Король черепов А, это мы тут Могущественный властелин нежити Его защита практически непробиваема А его меч И щит почти всегда приносит ему победу Самый грозный воин нежить из всех Что вы встречали В одной руке он держит щит Способный сокрушить любого человека А в другой Двуручный меч Которым он владеет легко И непринужденно По крайней мере он не восхищает Фух Чуть-чуть-чуть-чуть Сейчас будем убивать короля черепов Будем надеяться, что все прокатит Так Четверочка с ним еще будет дополнительным Помимо того, что, конечно, еще с ним Зариспаница Так Ну Да, выглядишь клево Спору нет Я-то своих Твоих братанов Ты не прочь, если я их От-от-от-от-от-от-от-от-от-от-дубашу Что, бочки с обзрывной шкаренью? Легче простого абсолютно Король скелетов что-то меня вообще не удивил Король черепов, то есть, прошу прощения Ну и король скелетов, в принципе Король черепов долго избегал расплаты Пентаграмма Но ты отравил его, отправил его в мир мой В мой мир, и теперь ему не уйти Итак, улучшение Новое начальное амбандирование Смертельно опасный боец Вы быстрее начинаете наносить могучие удары Добавлены, добавочные благословения В начале ваших приключений вы получаете благословение Регенерация скелета Скелеты теперь могут возрождаться, твою мать Атака человека-крыса в прыжке Воины-крысы научились атаковать в прыжке Здоровье скелетов возросло Да блин Больше, блин, сложностей Чем этих хороших вещей Я помню эту партию, когда выиграл Пентаграмму, с тех пор она очень редко Меняла владельцев И уж точно, бла-бла-бла Эта вещь сделает тебя еще сильнее Что ж, давайте посмотрим, что за карты мы с вами получили Итак, неожиданный портал Мифрил Золото ассасина Или ассасина Адово снадобье Отряд големов Или големов Отряд големов Отряд... Ух ты, блин, целых три карты Лич Офигеть, какие-то карты все-таки Страшно сильно звучат Шлем короля скелетов Щит короля скелетов Меч короля скелетов Дама чешуи Спасение из пещеры Что ж, друзья Надеюсь, это приключение вам понравилось Где мы одолели ужасного короля черепов Ну, он же и король скелетов Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Довляйтесь в друзьяшки И вступайте в группу ВКонтакте И в группу в Стиме Также у нас есть канал Твич Там проходят прямые трансляции И группа... Я уже говорил Глупый-глупый Сергей И, конечно же, плагины Автоматического уведомления Не забывайте про них С вами был Сергей Халге Пока еще не умер Но, походу, скоро Всем счастья, удачи и здоровья Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова